Три, четыре. События регионального масштаба и яркий пример государственно-частного партнерства. Коряжме предоставлено право стать первым городом на юге Архангельской области, где открылся Центр молодежного и инновационного творчества. Подобный есть только в столице Поморья. Первый шаг на пути к мечте коряжмцы сделали весной 2016 года, когда прошли предзащиту проекта в Москве. В декабре прошлого года состоялся второй этап – конкурс на уровне региона. То есть мы защищали концепцию проекта будущего ЦМИТа в Министерстве экономического развития Архангельской области. Было сложно, но было очень интересно. И самое главное, мы горели идеей, чтобы такой Центр у нас появился. Наша задача сейчас экономики нашей страны – растить кадры, которые будут работать, не торговать в магазинах, а будут работать, будут уметь работать на сверхсовременном оборудовании, знать, что такое новая технология, не бояться станка с числовым программным управлением. И за этими технологиями, за этими молодыми ребятами реально наше будущее. В помещениях бывшего магазина теперь лаборатории по подготовке инженеров будущего. Начинка Центра – самое современное высокотехнологичное оборудование с лазером и программным обеспечением. Оно позволяет придумать, а самое главное – распечатать любую модель в формате 3D и даже 4D. Особая гордость Центра – полимерный принтер последнего поколения. В России он появился всего несколько лет назад и уже активно применяется в различных сферах, будь то протезирование зубов или ювелирное производство. Достоинство – это в высоком качестве изготовления модели. То есть он позволяет изготавливать модели с точностью до тысячной доли миллиметра. Мы вот занимаемся судомодельной секцией. То есть сама модель, то есть даже качество ее, мы буквально вчера ее и готовили для стартовой модели. То есть ее фактически уже обрабатывать не надо, только обрезать обзол и все, она уже готова. В этом конструкторном болиде «Формулы-1» есть вклад и 10-летнего Кирилла Зобова. Четвероклассник второй школы будет изучать физику только через три года, но уже сейчас способен оживить лего-робота. Я сделал там два датчика, которые один поворачивает передний привод, другой – задний привод. Отделение робототехника работает уже с 1 октября. Это совместное детище Коряжемского ЦМИТ и Архангельской школы «Би-Роботикс». Робот-сортировщик, гимнаст, манипулятор. Собирать модели и писать для них программы ребят учит работник филиала группы «ИЛИМ» Сергей Вологдин. Я работаю в должности ведущего специалиста по планированию, но иногда замечаю мастеров по ремонту, поэтому в целях со стороны механики мне это очень близко. Я знаю сам по образованию инженер-механик, и поэтому какие-то механические ситуации смогу детям объяснить, рассказать, показать суть, как это работает, и донести, чтобы они развивались быстрее. В числе помощников и кураторов Центра молодежного инновационного творчества Дмитрий Коробов, директор школы робототехники из Архангельска. Это он ведет отбор кандидатов для первых в Архангельской области региональных соревнований по робототехнике. Они стартуют уже в январе. В нашей школе в Архангельске полтора года. В марте прошлого года мы заняли первое место в одной из номинаций на всероссийских соревнованиях. В этом году мы проводим официальный региональный отбор, стали представителем программы федеральной. У нас поедет одна сборная на Россию в Пермь. У нас поедет сборная Архангельской области в Москву. У нас будет проводиться один из этапов Всероссийской олимпиады школьников по робототехнике, финал которой проходит в МГУ и дает приоритетное право поступления в престижные вузы по физике. Для тех, кому нет 30 занятий инновационным творчеством в Коряжемском центре бесплатные. Сейчас идет запись в группы. Приступить к обучению педагоги учреждения готовы сразу после новогодних каникул.